итак сер 50 трехголовочная 3 моторная высшего класса кассетная дека фирмы накамичи заезженное слово но подойдет здесь это легенда легенда среди тех кто знает а среди тех кто не знает это не легенда потому что они не знают о ней в чем же легендарность этой деки да в том что просто это одна из самых лучших дек кассетных с живым аналоговым звучанием она сама живая посмотрите как горят классно огонечки как крутится кассета лента трется магнитные головки раздельные протягивается двумя валами прижимается к ним двумя роликами все это отстроено отлажено механизм весь разобран был вычищен смазан от юстирован по шаблону выставлен блок головок все три двигателя перебраны разобраны вычищены смазаны собраны кое-какие детали поменены пасеки здесь заменены да это прямо приводная дека но и здесь есть пасеки все это на высшего класса после переборки моторов она очень стабильно стала записывать его с производительства не рекордно но очень низкой детонацией то есть очень высоким показателем с очень стабильной скоростью бич этих прямо приводных дек в моменте их остановка во время рабочего хода с этой декой удалось избежать путем применения комплекса реанимационных мер для этого она не жует любые ленты даже самые тонкие сейчас очень стабильно их протягивает и главное ее преимущество над многими другими аналоговыми магнитофонами в том что у нее прекрасные магнитные головки не изношенные в шикарном состоянии очень точно их настроил как на запись вот этим винтом так и на воспроизведение вот этим также вы здесь выставлено высота головки были сбиты блок головок стоял криво покопались те кому нечего делать здесь когда-то она проходила обслуживание в японии в японии чисто номинальная говоря по-русски на отшибись ничего там не было заменено даже смазка не была заменена что делали непонятно ну так обычно и бывает но сейчас в данном случае мы с вами проверяем качество записи этого аппарата с помощью аудиокомплекса измерительного накомечья мы произведем измерение параметров усилителя записи воспроизведения причем в не свойственном для этого режиме я дам фору прибору и загашу для деки ее возможности то есть дам максимальную нагрузку на головки и на блок усилители записи воспроизведения поехали пишем подаю сигнал один вольт сюда лента тдк с 90 старенькая 82 года в хорошем состоянии моя любимая на сегодня тестовая лента из-за стабильности параметров вот так старая гвардия за углом взрывали старый дом новые рухнул за другим углом так вот смотрим на прибор у нас около одного вольта если быть точнее вот так вот сделаю вот на свой так на входе на выходе нас запасит пол децибела по обеим каналам частота 400 герц и дальше я прохожусь по всей частотке но я не буду отделить там минус 20 децибел как стандартного приборе предусмотрено и регламентируется измерительными всеми правилами а я сделаю уровень не минус 20 децибел для измерения а всего лишь минус 10 возьму вот эту вот русичку уровень записи основной мастер введу на минус 10 смотрим на показания двухканального миливольтметра вот у нас минус 10 децибел то есть порядка 500 миливольт на входе деки смотрим на выходе у стандартный запас также но эта частота 400 герц основная опорная самая простая эта кассета здесь настроена берем от самого низа мы возьмем 40 герц например можем и 20 герц взять для экстрима вот нас 20 герц по входу вот нас вход вход показывает минус 10 децибел на выходе также плюс полтора даже плюс один децибел запасик 40 герц тоже запас есть 63 герца меру стены начинают подрагивать 100 герц на телефончиках конечно вибрации не будет хотя на некоторых может быть 160 герц опять же сплошной запас по частотки плюс децибел вот нас вход 250 выход вот 400 который мы уже знаем 630 один килогерц полтора два два три четыре кстати очень чувствительные для детонации частоты особенно в стерео режиме как сейчас с обеих колонок воспроизводится сигнал если была бы слышимая детонация мы бы сразу услышали отклонение тона вот у нас чистый тон синусоидальный идет сигнал вот запись на магнитофон нету колебания тона очень чистое звучание на самый чистый для слуха частоте 3000 герц дальше идем 45 немножко снижу уровень громкости не заглушал меня 6 и 3 килогерца но и самые вкусные интересные частоты восьмерочка запасик вон полтора децибела вот у нас минус 10 сейчас чуть приберу вот минус 10 децибел соответствует прибору и соответствует деке вот у нас выход магнитофон индикатор здесь не такой чувствительный немножко хриплю чуть-чуть я приболел но говорил раньше наши руки не для скуки не могу сидеть без дела плюс один децибел даже чуть больше запасов на выходе 10 килогерц у нас считает а идет напоминаю это минус 10 децибел не минус 20 и вот она отдача 12 килогерц и все равно запас остается но ничего в этом искушенные профессионалы и продвинутые любители странного не увидят хороший аппарат так и должен писать высокую частоту запасом без искажений даже на 12 килогерц и даже при минус 10 но вот пожалуйста 15 килогерц равно запас остается при найденном оптимально токи подмагничивания вход вот у нас вот на приборе уровень сигнала а вот выход и вот на прибор уровень сигнала 15 килогерц пишут запасом 18 килогерц только теперь на минус 10 он начинает давать ну просто уровень тоже что и на входе практически то и на выходе чуть-чуть правый канал подседает на даже меньше чем на пол децибела 18 килогерц мы 20 килогерц но в рамках паспортных данных минус полтора минус два децибела остается ну что сказать а теперь если меняем уровень входного сигнала до минус 20 децибел мы видим что вот так вот сделаю на входе вот минус 20 у нас вот нас на входе минус 20 децибел на самом деле если быть точным совсем неправильные показания по этому прибору поэтому правильные вот но и децибел вот минус 20 делитель это уже не точное показание и на выходе мы видим также подъем и это друзья мои это 20 килогерц то есть по минус 20 20 килогерц он пишет без проблем запасом 20 вот 18 вот 15 то есть он самую высокую частоту 18 и 20 килогерц на своем индикаторе уже не может показать 15 килогерц он уже практически почти показывает то есть мы видим здесь нету изменения уровня сигнала 15 килогерц а вот здесь вот 18 вот 20 уже мигает здесь нету здесь уже мигает то есть 20 килогерц индикатор уже ему тяжело показывать 18 еще более-менее 15 еще лучше 12 уже также и вот все запасом вся частотка по минус 20 децибел по минус 10 я вам показала ранее ну и проверяем чтобы не было никаких сомнений в том что я не игрался с подмагничиванием это для тех кто понимает потому что выкрутить можно все что угодно но при этом у вас вылезут искажения переключаем измерение искажение правый канал где-то здесь вот так должно быть вот у нас один вольт а входе 0 децибел вот у нас нет искажение куша сигнал синусоидальность генератора идет а вот измерение искажений в правом канале меньше шести десятых процента что полностью запасом огромным влетает в паспортные данные там помогла процента искажения указаны на хром почти в два раза меньше левый канал то же самое еще меньше еще лучше 50 там 253 сотых процента то есть практически шикарные головки правильно оптимально найденный ток подмагничивания и при этом бешеный запас по всем частотам без роста слышимых искажений ну а дальше проверка музыки ну и проверяем качество звучания записи кассетной деки сер 50 накамичи это шедевральный аппарат с прекрасными головками стоповыми параметрами один из лучших не переусложнен в отличие от сверх 70 обладает высокими параметрами и очень качественным звуком не хуже мне даже больше нравится чем сер 70 с платами в 10 этажей здесь нет ручного ручной крутилки азимута на морде лица оперативная здесь нету автокалибратора но то есть ручка подмагничивания можно самому крутить и получать от этого удовольствие потому что кто-то любит делать сам а кто-то пользуется автокалибраторами активными круиз-контролями и прочими достижениями цивилизации я как старовер не готов себя доверять в руки переусложненной электроники тем более я точно знаю что сделает она все менее точно чем мне хотелось бы или не с таким вкусом захочу покручу в минус под магничивание будет у меня звончая запись захочу покручу в плюс будет меньше чуть-чуть высоких но и меньше искажения на любой ленте могу это делать автокалибратор думает за меня он думает что он умнее меня но я познаю кто из нас умнее слушаем запись на кассетную деку на камень и ленту тдк с 90 а если забанят америкосы то и хрен с ними у нас есть свои социальные видео хостинге смотрите мои выпуски на youtube на у тубе и лака видео диск диск лента и и и и и и и Безусловно. Продолжение следует... 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 Плюс три, плюс четыре. Иск. Лента. Никаких искажений. И плюс семь. Нет искажений. И не будет. Это накомичит, детки.